Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Другой мир, войны крови, боятельница-вампир Селена вступает в свой последний решающий бой между оборотнями и кланом вампиров, который предал её. Земля вампиров. Когда города и сёла большой страны начали разрушаться и ветшать, на них обрушилась новая напасть, эпидемия вампиризма. Там, где есть вампиры, есть и охотники на них. Некто, мистер, самый крутой крушитель кровососов, поможет юноше перебраться на север в так называемый Новый Эдем. Незваная. Странная незнакомка появляется в городе и начинает выяснять историю своей матери, которая там жила и потом пропала. В кафе она знакомится с хрупкой официанткой, в доме которой жила её мать. Между ними завязывается странная дружба. Ночь страха. Выпускник школы, Чарли Брюстер, находится на пике своей ученической карьеры. Он популярен среди своих сверстников и встречается с самой очаровательной девушкой во всей школе. Он становится настолько крут, что начинает избегать своего когда-то лучшего друга Эда. Неприятности для Чарли начинаются, когда по соседству прописывается Джерри. На первый взгляд он кажется хорошим парнем, но всё же что-то с ним не так. Хотя никто этого не замечает, даже мать Чарли. После анализа странного поведения соседа, Чарли приходит к ужасному, но, увы, единственно верному заключению. Под луживой маской Джерри скрывается кровожадный вампир, который сделал его район своими охотничьими угодьями. Не в силах убедить кого бы то ни было в своей правоте, Чарли обращается за помощью и советом к популярному иллюзионисту из Лас-Вегаса Питеру Винсенту, рассчитывая, что кудесник поможет ему избавиться от монстра. Воин света 2019 год. Глобальная эпидемия превратила большинство людей в вампиров, поставив человечество на грань вымирания. Безмятежное будущее не светит, впрочем, и кровососом. В условиях дефицита крови они вынуждены холить или леять каждую уставшуюся в живых человеческую особь, либо синтезировать заменитель крови. Противостоять концу света пытается группа ученых, ищущая средства для борьбы с вампирами. 30 дни ночи. Каждый год на 30 дней маленький город Берру на Аляске погружается во тьму. Арктическая ночь – вещь вполне нормальная для этих мест. Но вот однажды шериф городка Олсен начинает подозревать, что на этот раз 30-дневный сумрак не пройдет так гладко. Вампиры подготавливают кровавый рейд на Берру. От закта до рассвета 2. Кровавые деньги из Техаса. Пятеро крутых парней решают ограбить банк в Мексике. Они еще не сдвинулись с места, а полиция уже сидела на хвосте, разыскивая только что сбежавшего из-под стражи их сообщника Лютера. С ним Бак назначил встречу в пути. Все едва не сорвалось, когда ночью в дороге, неподалеку от Бара крученые сиськи, у Лютера ломается машина. Ночь вампира. Во время перегона старинного Мерседеса из Лос-Анджелеса во Флориду, главный герой по имени Шин делает то, что ему делать не стоило, подбирает на дороге случайного попутчика. Он охотник, и его главная задача – найти и уничтожить вампиров, промышляющих на пустынных дорогах и питающихся кровью. Вампиры. По заданию Ватикана, Джек Кроу, потомственный охотник на вампиров, и его друг и напарник Монтоя безжалостно расправляются с фурдалаками, но их главная цель – особо опасный вампир Варек, уроженец Праги, 1300 года рождения. В охоте на вампира Джеку и Монтое помогает молодой священник, вооруженный знаниями из древних трактатов о кровососах. Валик ищет в штатах древние распятия, оплодающие особой силой. Как известно, вампиры боятся солнечных лучей, убивающих их. Проведение магического обряда с распятием позволит Валику не бояться солнечного света и сделает его всемогущим. Охотники за вампирами должны поспешить, пока Валик еще уязвим, пока его еще можно убить. От закона до рассвета. Спасаясь от полиции после ограбления банка, два брата-грабителя берут в заложники священника и его детей. Около американской границы они решают провести ночь в передорожном баре. Тут-то все и начинается. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...